дорогие друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец сегодня у нас уже 14 января 2023 года я записываю этот блок в дороге что привлекло мое внимание о чем мы сегодня с вами поговорим что обсудим в первую очередь обострившаяся конкуренция между путиным и его недавним конфидентом егением пригожиным который подходы сорвался с поводка то о чем я говорил и то что есть конкуренция между путиным военными и с другой стороны кадыровым пригожиным это уже собственно не выдумка никакая украинских пропагандистов никакая не украинская ипсо а самое что ни на есть российская жестокая реальность об этом уже сегодня заявили аналитики американского института изучения войны о том что путин начал предпринимать усилия для того чтобы уменьшить влияние евгении пригожина для этого он уже начинает коптировать пропагандистов и блогеров поскольку пул работающий на пригожина сформировался и теперь необходимо с этим пулом бороться точно таким же пулом говорится клин клином вышибают сдвинулась с мертвой точки ситуация с предоставлением украине танков на этот раз уже тяжелые танки challenger 2 предоставит украине правительство великобритании об этом заявил премьер-министр риши сунак напомню первое решение передать украине танки легкие колесные мх-10 рс приняла франция говорится вивля франс в этой ситуации четко можно об этом заявить и киев сегодня обстреляли по всей видимости баллистическими ракетами на данный момент еще неизвестно хотя еще есть версия том что это были кинжалы и впервые за долгое время не сработала система предупреждения пво и так начнем с первой темы владимир путин начал предпринимать меры направленные на уменьшение влияния своего недавнего конфидента и слуги евгения пригожина об этом сообщают в своем отчете аналитики американского института изучения войны они заявляют о том что путин озаботился решил подготовить лояльные кадры блогеров и пропагандистов публичных лиц которые будут противодействовать росту влияния евгения пригожина в американском институте напомнили что совсем недавно председатель исполнительного комитета партии правящей путинской единая россия александр сидякин депутат госдумы от ядра артем туровский так называемый глава днр денис пушилин 13 января проводили встречу с военкорами и блогерами путин вручил группе из более чем десяти пропагандистов в числе которых были автор пропагандистского проекта в орган за семен пегов российский военкор александр сладков и другие официальной благодарностью за подписью генерального генсека партии ядро андрея турчака как заявляют американские аналитики кремль предлагают усилия чтобы коптера сладкова пегово и других блогеров которые были готовы продаться в обмен на политический престиж путин может пытаться развивать связи с этими лояльными кремлю блогерами чтобы направить их медиахват против усилий блогеров которые продвигают пригожина и наносят ущерб репутации путина в российском информационном пространстве об этом говорится в ежедневном отчете институт аналитиков института изучения войны но вот смотрите это вся ситуация теперь уже не напоминает еще раз повторю никакую выдумку никакую псу это самая жестокая реальность и вини пригожин не просто сорвался с поводка напомню он отказался не так давно около месяца назад причем в любой форме отказался от предложения партии лдпр которую возглавляет теперь ланит слуцкий после смерти жириновского они находятся в поиске харизматичного популярного публичного лица он отказался и возглавить причем сделать в грубой форме оскорбив не только слуцкого но и кремля понятно что для кремля важно иметь ручные партии такие параллельные партии которые многие годы является одна из опор власти кремля партии лдпр но со смертью жириновского они совершенно потерялись и вот пригожин мог по мнению кремлевских технологов стать тем лицом публичные которые на себе этот третий начнет затягивать но не тут то было он продемонстрировал тогда я об этом подробно рассказывал желание не играть в игры кремля а играть по собственным правилам то есть марионетка отказалась быть марионеткой более того растущей амбиции пригожина который в связке с кадыровым а также суровикиным активно продвигает собственный нарратив собственную повестку дня оскорбляя российских военных и на какое-то время удалось установить собственного выдвиженца генерала сергея суровикина на должность руководителя российской оккупационной группировкой на территории украины но не тут то было империя наносит ответный удар это к тому что шойгу и герасимов такие сплелапти для суровикина формально его назначили замом сейчас герасимов но фактически это означает отставку это такая скажем так почетная ссылка из которой он уже вряд ли вернется но по большому счету скорее всего нет так вот самое интересное началось вот с операцией солидаре мы впервые увидели публичный конфликт публичное расхождение версии министерства обороны чувака вагнера то есть напомню чувака вагнера заявляла о том что операцию в солидаре проводят исключительно они наемники вагнеровцы а никаких регулярных войск российской федерации вооруженных сил российской федерации нет а в свою очередь минобороны россии заявила что наоборот всю эту операцию проводят российские десантура и никаких других подразделений там наемников нет это говорит в первую очередь о том что корица делить шкуру не убитого медведя есть такая русская пословица город солидар не был взят и нельзя до сегодняшнего дня они уже поругались разошлись в версиях относительно того кто же все таки взял в кавычках взял солидар и как мы видим сейчас амбиции пригожина это говорится он сам сам воспитал путин франкенштейна он воспитывал понятно это было как конкуренция российскому военному генералитету их надо было подвинуть их надо было каким-то образом стимулировать более активным действием но теперь путин столкнулся с тем что франкенштейн полностью вышел из его с под его собственного контроля это было заметно то как он активно начал топить губернатора беглова а это в принципе не позволено никому в кремле только путин может критиковать собственных губернаторов назначенных а тут какой-то себе повар пужин точно такой же на самом деле слуга из обслуживающего персонала каким является и беглов и пригожин возвысил и представил что теперь он уже может как сам путин раздавать советы снимать губернаторов критиковать их более того он начал ездить по регионам и мы увидели когда кадыров стал под него подмен отложить под него губернаторов кремле ботов военкоров которые стали активно продвигать тезисы дескать о том что вот российская армия не смогла не смогла а частная военная компания вагнер может и не означает ли это что надо сейчас сделать основной упор и превратить ударный кулак российской армии и сделать ставку на зэков на зэков или наемников чувака вагнера даже шойгу попытался создать собственную параллельную конкурирующую структуру нарушитель конвенции паниковский шойгу создал собственную часть по крайней мере заявил частную военную компанию вагна не вагнера патриот но правда они никто ничего не видел и не слышал не шеврона и и нигде она засветилась но публично об этом было заявлено и теперь как я уже говорил герасим герасимов должен утопить эту самую муму эту самую муму в лице пригожина сейчас в солидарии мы увидели когда я это тоже разбирал когда вагнера со фактически бросили мясорубку положили их там специально сделали загнали их в эту ловушку российская десантура которая обеспечила периметра вагнера использовались были тем самым пушечным мясом которая попали в мясорубку которых перемалывала украинская десантура из 46 77 бригад и российские десантники я так понимаю по команде российского министерства обороны фактически давали возможность засыл перемалывать цвет но это была их лучшая часть штурмовики элитная часть чего к вагнера безучастно практически наблюдая за тем как наша десантура украинская вырезает и перемалывает их летная часть еще раз повторю бои за солидар обошлись вагнеру гораздо больше высокой ценой ценой чем украинская армия поскольку украинская на находилась позиция обороны они атаковали и они по сути положили там лучшую элитную часть спецназа своего собственного вагнеровской которым где-то еще пригодился и он был там действительно уничтожен кроме того как считает украинская военная разведка россия проводит активную операцию по переводу всей экономики на военные рельсы об этом заявили представители гура главного управления разведки они считают что переведение путиным реорганизации экономики военно-промышленного комплекса свидетельствует о подготовке перевода россии на военное положение это направлено на усиление потенциала вооруженных сил российской федерации создание условий для проведения операций которые были спланированы но неудачно реализованы попытка привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в украине и недавнее назначение начальника генштаба герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствует не только военных неудачах россии но и подготовки рф продолжение полномасштабной долговременной войны это очень рассказывал о том что россия безусловно готовит ее вооруженные силы новой наступает на операции и герасим никогда бы не назначил сам себя командующего оккупационным контингентом если бы он не готовил операции где эти операции пройдут я буду их может быть несколько но я еще раз говорю что их ключевая задача это сейчас донбасс это их ключевая задача запорожье днепр но мы не можем исключать их попытки также вернуться к оккупации других регионов в частности херсонской области киевской и харьковской в том числе все это вызывает как мы понимаем сейчас серьезно беспокойство наших западных союзников которая наконец активизировались еще накануне нового года и вот наконец после нового года мы видим не просто заявление о конкретное решение украина не понимает нуждается в тяжелой бронетехники батарах танках и решение которое долгое время они отказывались принимать наконец было ими принято сегодня об этом пишет ведущая британское издание за герден премьер-министр британии реши сунак сообщил зеленскому о передаче первых танков речь идет сначала четырех танков потом еще восьми танков тяжелый британский танк challenger 2 официальное объявление ожидается в понедельник как заявляют но великобритания уже приняла решение о этих поставках в украине других странах надеется что это откроет путь для германии в европе напоминает находится это самый основной танк сейчас европейских союзников помимо абрамса американского основной танки европейских союзников по нато это танк леопард 2 более 2000 единиц это большое количество ну там скажем так для сравнения леопардов 2000 а у британии челленджеров 2 чуть более 200 порядка 250 всего лишь мы практически в 10 раз меньше так вот 227 вот насколько я помню значит вот эти самые 2000 леопардов которые находятся на вооружении союзников страны балтии в том числе скандинавские страны сама германия без согласия германии они переданы не могут быть то есть даже если находится на вооружении других стран это решение будет принимать федеральное правительство олафа шольца но и понятно что решение вот это сегодня риши сунака который отправил при принял решение подправки первых 12 танков это по сути подвинуть германию к этому же подвигает германию правительство франции и польши которая сейчас активно дают нового фальшот со тем что он принял соответствующее решение это тяжелая техника нужно нам первую очередь для наступательных операций она пригодится на фронтах и самое главное там были споры челленджер для пар 2 или танк ты 90 что лучше но понятно что лучше натовская техника модернизированная подготовлена лучше пушка и самое главное есть возможности ее ремонта и поставок новой техники то есть говорится лиха беда начала опять же вернемся к русской пословице лиха беда начала главное было принять это решение а дальше все страны смотрели друг на друга и кивали вот пусть сначала этот примет пусть этот принят пусть германия завет потом уже я но теперь после правительства британии решит знака у олафа шольца похоже выбора такие не остается будем надеяться что все это в конечном итоге приведет и приведет такие к решению выделить украине тяжелые танки в том числе немецкого производства такие у нас новости на сегодняшний день 14 ноября 2023 года друзья спасибо за просмотр этого ролика подписывайтесь обязательно на канал мой на телеграм фейсбук инстаграм линки на которые найдете под этим видео на телеграме всегда больше оперативной и эксклюзивной информации берегите себя слова за суду за слова украине с вами был трасс березовец до новых встреч пока пока